Так вот, для размышления болезнь это один из самых серьезных кризисов в нашей жизни. Я имею ввиду серьезная болезнь. Почему? Человек понимает, что он смертный. Вот вы спрашивали, когда я поняла, что я смертная. Это у меня было, я говорила, в 90-м году я помирала, потому что у меня все отказало. Легкие отказали, сердце отказало. В общем, все же какие органы имеются в человеке, все у меня отказало. И я приготовилась умирать. Я поняла, что смертная, но это я была уже верующая. Я с какой-то радостью это все восприняла. Ну, а Бог судил иначе. Вся церковь у меня вытаскивала. Я уже рассказывала эту историю. И потом, оказалось, пригласили меня в Швейцарию переводить для братьев. Я оказалась в Альпах. Такой дивный этот воздух. Целые месяца там пробыла. И на другой год тоже так. Какой там воздух? Залезала я уж кое-как там на четвереньках, на эти горы. Но обратно я бежала пешком. Весь путь я пробежала. Я не садилась в фуникулер. Я бежала пешком. И были силы, и было дыхание, и ноги шли. И проблем костей тогда еще у меня не было. Понимаете ли? Это такой полет, такой восторг. И воздух, который можно пить, есть, жевать. Такой дивный воздух альпийский. Ну так вот, человек понимает, что он смертный. Он не властен над собой. Во время болезни люди открыты для духовной беседы. Но только на глубоком уровне. Когда может высказать свои переживания, нужно уважение, благоговение перед человеком, чуткость, смирение. Слушать то, что он может сказать. Чувствовать, что дух в нем совершает. А самому даже молчать. Это вот такие советы пастыри, который многих проводил в смерти. И он, говорит, приходит утешать и старается как можно больше всяких слов сказать. Это все пустое. Нужно общение на духовном уровне. И поэтому человек не всякого хочет видеть. Ему не надо, чтобы мы принесли пряников и наболтали всяких бодрых слов. И мы надо, чтобы с ним поговорили на духовном уровне. Чтобы другой человек мог почувствовать, что дух совершает сейчас. Что дух говорит его душе. И вот это интересное, благоговение перед человеком, чуткость. Тут даже кое-что сравнение интересное. Нужно стать как струна, которая сама звуков не издает. Говорит только тогда, когда от того человека больного идёт либо буждение, или вопросы, или вот желание что-то услышать на духовном уровне. Чуткое смирение, молчание. Так вот, ещё особенность, когда мы идём беседовать с больным, надо помнить, что все люди, все мы очень замкнуты в себе. Мы боимся открыть свою сердцевину. Я уже говорила, что мы многослойные. Наша сердцевина, она так и носит название сердце. В Библии упоминается, изнутри сердце исходит тот и тот и тот. Это из сердцевины нашей. У нас есть какая-то некая сердцевина. Это не то сердце, которое у нас посылает кровь по сосудам. Это сердцевина нашей личности. И вот чем она взята? Кто взял её? Кто занял трон нашего сердца? Я считаю великой милостью Божией. Я благодарю. Как только начну благодарить за жизнь, я всегда вспоминаю, что Бог сохранил сердцевину моей жизни. И когда я была в Индии, когда на меня валом шли ложные все взгляды, учения и сердцевины, до сердцевины они не дошли. Отец ли молился? Бог ли так не допустил? Вы понимаете ли? То есть где-то я до конца никогда этому ничего не верила. Это великая вещь, эти молитвы. Мамы уже не было, отец всё время молился. Понимаете ли, не вошло в моё сердце. Там очень много ложных учений. И я всегда, когда кто у нас... Там миссия Виклиф работает, миссия переводчиков Библии. Там же очень много языков, на которых нету Библии. Ну вот, и я всегда добровольную такую взяла на себя задачу. Я беседую с теми, кто туда отправляет, предупреждаю про эти многие опасности, молюсь за них. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чём молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Вот. То есть мы замкнуты в себе. И мы боимся открыть сердцевину. Но именно в этой сердцевине идёт борьба тьмы и света, добра и зла, жизни и смерти. И люди боятся эту сердцевину открыть. Глубокий разговор – это когда человек может открыть, чего он боится. Вы понимаете ли, что есть какие-то основания веры, известные всем. Но мы такие индивидуальные все, что у нас есть свои особенности у каждого. И вот очень трудно выговорить мне свои страхи. Иногда это страхи, ты вспомнишь что-то такое нераскаянное в тебе. И ты боишься об этом даже говорить. Ты боишься, что человек в ужас придёт, когда ты ему откроешь. Ну, я так примерно могу только гадать. Надо, чтобы человек мог выговорить. Это и есть глубокая беседа. Открыть сердцевину. Там именно идёт борьба вся. Шок и страх надо выговорить. Шок от того, когда человек знает, что он умирает. И страх надо выговорить. Это моя деточка Леночка, она всё выговорила. Она говорит, моя Сергеяна, конечно, мне непонятно, почему вдруг случилось. Всё внезапно. Никаких признаков не было. Никаких намёков на болезнь не было. А когда свалилась, оказалось, что в последней степени уже всё. И даже в самочувствии у меня не было изменений никаких. И вот так всё внезапно. То есть это был какой-то шок для неё. Она верующая, милая такое, дитя Божье. Поэтому она имела время. Она имела месяц-два. Как-то внутри настроиться, приготовиться. И почему-то ею овладела. Не она старалась. Ей овладела эта радость и желание славить и благодарить. Я считаю, это от Бога. То есть как не было оснований для этой болезни, так не было оснований славить и благодарить. Понимаете ли? На это пришло такое желание. Я видела её сияющие глаза. И она вслух благодарила и славила. Знаете что? И она, наверное, сознательно. Или я не знаю как. Она не позволяла себе говорить. А как там у меня справится муж с детишками? А как мои там детки без меня? А как там... Вы понимаете ли? Она дошла уже до такой степени мудрости. Хорошо бы мы это имели. Очень мало чего от нас зависит. Мы можем очень много суетиться. Там ещё... Эти рубашечки ещё не поглажены. А там вот ещё мясо не разморожено. Доставь ты всё это. Ну пусть оно ещё размораживается там неделю лежит. Пусть там будет рубашка. Понимаете ли? Отпусти. Оставь. Перестань. Потому что ведь это мысли... Ну, Саша, ты смеёшься. Но эти мысли именно такие занимают. Я смеюсь, потому что я всё это вижу каждый день. И ты живёшь в таком... Вот оставь, отпусти. И я была так благодарна. Просто Господь снял с неё это. Она долгое время в Москве в больнице лежала. Может быть, поэтому она не вошла ещё во все эти домашние хлопоты. Потому что человеку надо о глубоких вещах говорить. А он вспоминает, что там что-то... Чтобы не скисло. Или что-то не пропало. Или что-то там где-то деньги не взяты. Или кому-то до ныне оставь. Вот эта вот болезнь, она приводит к великому отстранению. Особенно, когда ты понимаешь, что, в общем, болезнь серьёзная. Ты уходишь с этой земли... Вот помните, как я сказала? Бог отлучает нас через наш опыт. Отлучает нас от земли и привлекает к небесам. Это то, что я увидела у этой сестрички. Бог привлекал её к небесам, к сиянию, к свету, к себе. И отлучал от забот земных. Так вот, сесть и молчать около постели больного и пребывать в покое. Он написан в таких чудных книгах, где автор размышлял об этом. Это... У нас мало времени у всех. Я пришёл навещать человека, я знаю, у меня 10 минут. Ну, я пошёл. Ну, хорошо, 10 минут. Просиди и промолчи. И покажи, что важнее на свете нет, чем этот человек, который ты держишь за руку. Он должен видеть, что он очень значим. Не ёрзать, не смотреть. Потому что, понимаете, сейчас мы приходим, смотрим на часы. Это уже получается не 10 минут, а уже там одна минута. Больному хочется сказать, да иди ты уже... Иди уже, да, я сам справлюсь. То есть, когда ты приходишь, ты пришёл специально, надолго. Ну, сколько у тебя есть времени, но ты проводишь с ним. И в этот момент он самый важный, значимый человек для тебя. Не надо свои проблемы на него вываливать. Не надо примеры своей жизни приводить. Ты им занимаешься сейчас. Он сейчас самый главный. И он может это почувствовать просто, когда ты сидишь и молчишь с ним рядышком. То есть это... Знаете, что эту книгу я вам завтра покажу. Пришла ко мне такая книга. Написал её православный человек, митрополит Сурожский, Антоний. Все наши православные иерархи, которые заграничные, это очень глубокие люди. Ну, это зарубежная церковь православная, которая нежнейше относится к протестантам, которые не имеют этих шор. Это такое вот... Несколько таких авторов я знаю. Вот такая книга у него. Когда ты около больного, ты должен учиться видеть человека и слышать его. Для этого нужно посидеть и помолчать. Пусть он скажет. Пусть он приведет твои струны, твоего сердца в действие. А ты пока посиди и послушай. Если же ты говоришь, ты говори слова, которые из сердца. Если то, что ты говоришь, тебя не пробивает, то оно, конечно, ни до кого не дойдет. Поняли мысль? Если то, что ты говоришь тому человеку, тебя не пробивает до сердца, то эти слова и вообще ни до кого не дойдут. Ты должен говорить, это вопрос жизни и смерти твоей. Позвали меня к соседу на даче. Я говорю, он очень хочет видеть меня. Да. Я говорю, вы уверена? Да. Он в сознании. Да. Он все время был с всякими, как это называется, анестезирующими средствами. Он не в сознании был. Галлюцинация. Вот. И он хотел видеть и позвал именно меня, вот, к соседку, знавшего верующего. Никогда он на такие темы не говорил и не интересовался. Я пришла к нему, говорю, Яша, что ты хочешь? Ты хочешь помолиться? Я говорю, хочу помолиться, но не знаю, как. Я ему вот говорю, ты повторяй за мной. Все слова, которые я ему сказала, я ему, знаете, откуда сказала? Изнутри совершенно. Я говорю, Яша, скажи, Господь мой и Бог мой, прости меня, прости меня, страшного грешника. И он повторил за мной. Заплакал и говорит, как же я виноват, как же я виноват. Следующий день пробыл в сознании и все время говорил, как же я виноват, как же я виноват. И умер с этим. Свидетелями его вот этого покаяния были его сестры, старенькие старушки. Они говорят, мы тоже хотим покаяться. Я пошла с ними на чердачок, и они покаялись. Вы понимаете, какие-то удивительные вещи это все происходит. Молитва, присутствие Господне. Даже смешно. В Англии я была на служении, со мной сидела сетричка одна. И она говорит, вот не знаю прямо с кем посоветоваться, у меня сын вот то-то, то-то. Я говорю, милый, у нас Господь есть, давайте мы помолимся Ему. А где, как? Это церковь, в которой не молится. Нету традиции молиться. Я говорю, ну как, вот встанем там в уголочек и помолимся. Вы представляете, к нам очередь выстроилась молиться. Когда увидели, что мы с ними молимся. Но это уже другая, к болезни не относится. Но просто вот эта сила молитвы, и что церковь – это место, где молятся. И еще это место, где приводят ко Христу. И еще это место, где каются. И где крещение преподают. И где преповедают об этом. Потому что есть много новых церквей. И я смущена там. Мои дети там ходят. И почему-то ничего им не говорится. Ни про покаяние, ни про крещение, ни про вхождение в церковь. Понимаете? Они все им около. Где-то около ходят. Старательно ходят, и все около. Мне не хочется ругать их в церковь. Но я думаю, как же это так? Ну, вот видите, в Англии была такая церковь, где не было практики молиться. Что, Сашенька? Я просто хотел бы рассказать. Я когда последний раз в Петербурге лежал, довольно тяжело было. Заживляли пальцы. Я 4 месяца там пробыл. И в результате зажило все. Я возвращаюсь обратно. И мне, во-первых, там 1400 смс пришло в поддержку словами из Библии. Это во-первых. Во-вторых, вот я в свою церковь прихожу, я знаю, что она обо мне молилась. И кого бы я из знакомых верующих не встречал, он мне говорит, Саша, а вот как у тебя дела? Мы за тебя молились, там объявили, там все церкви почти Курска молились за меня. И настолько вот эта поддержка ощущалась там, в 1200 км между Курском и Петербургом. Просто действительно реально ощущалась физическая поддержка молитвы и то, что люди за меня молились. Вот об этом в своей книге написал Сергей Петрович Фадюхин. Он тоже попал в больницу, ослеп он. Ему операцию делали. И кроме того, там еще какие-то болезни у него выплыли. И он как будто, говорит, он описывает в своей книге, вот этой книге, которую я взяла в лимонах. Я, говорит, почувствовала, что я куда-то опускаюсь в сердцевину земли. Куда-то глубоко-глубоко, далеко-далеко. И мне больно, и больно, и больно. И вдруг у меня перелом. И я опять оказываюсь на свету, я вытащен, я буду жить. И у меня приходят мысли, от которых я заливаюсь слезами благодарности. Церковь молится за меня. Моя церковь молится за меня. Конечно, мы молились за него. Усердно. Понимаете ли как? Многие. И в группах, и отдельно. И по цепочке у нас есть. И, как это называется, круглосуточная молитва. У нас очень молящаяся церковь на поклонной ГАЕ. И все виды есть там. И скорой помощи есть, когда спешно нужна помощь. После каждого собрания собирается там у окна. И разные группы есть, и круглосуточная молитва есть. Это все чудо, конечно. Совершеннейшее чудо. Я знаю, что Бог слышит такую общую молитву. Ну, вот у меня эта тема про болезни. Я думаю, что это все очень назидательно для нас и полезно, чтобы мы не оставляли в одиночестве тех, кому нужна сейчас огромная помощь. Это то, что церковь может сделать для своих членов. Она может это сделать. Поехали. 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 Продолжение следует... Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok